Здравствуйте! В связи с коронавирусом я возобновила съемки для своего YouTube канала. Зря старалась! Ну и теперь информация для тех, кто все еще остался с нами и не переключился. Вообще, я такой человек, который всегда любит все критиковать, скептик. В общем, отвратительный человек, придумывает всякие фантазии по поводу правительственных заговоров, масонов и прочего. Что я думаю по поводу покупки биткоинов? Че? Навальный? Я знаю, кто такой Навальный. Нет, уже не актуально. Это если бы еще в 2014 году построить ферму для майнинга где-нибудь в Иркутске. Его сто пудов америкосы купили, я тебе говорю. Не слушай, че тебе Навальный говорит, я отвечаю. Там, кажется, самая дешевая электроэнергия. Я вижу, я вижу. Победу нашей сборной в 2019 году. Да точно купили, да, я чувствую. Прям вот это. Деньги, деньги. А вообще, если без шуток... Сейчас я буду стараться говорить без шуток. Без шуток. Она думала, что это шутки. Будет еще более уныло. А если без шуток, то еще 25 марта 2020 года я занималась вот чем. Мама! Вставай! У-у-у! Еще! Еще! Добавляйте, смотрите, друзья! Мама! У-у-у! О боже мой! Боже! Ха-ха-ха-ха! Люди в шоке! Нет! Люди в шоке! Люди в шоке! Как он это делает? После всего этого безудержного веселья я пришла домой, налила себе чай, включила спанчбоба и тут мой взор привлек вот этот человек. По своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь. Именно он прервал этот супер интересный мультик. Вообще, откровенно говоря, мне за это жука стыдно. Я поначалу хотела... Переключить. Переключить. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Переключаем каналы. И в регионах и... Коронавирус. ...какираясь на профессиональное мнение... По всем каналам... ...какитации врачей и специалистов. Я решила проанализировать все, посмотреть ссылки в интернете, всякие разные, про этот вирус и насколько это может оказаться действительностью или насколько это неправда. Я подумала о том, что неважно, правда это или неправда, действительно ли этот вирус так ужасен или это какие-то политические игры. Я просто подумала о той маленькой доле вероятности или о большой, это неважно, что ты можешь действительно кому-то навредить. И когда я поняла, что я могу предостеречься и предостеречь других от этого, я поняла, что мне нужно это сделать. Вот, в особенности я хочу попросить амичей, амичи, любимые мои люди. Почему именно вас? Потому что я знаю, насколько вы непокорный народец. Плюс мне знакомые пишут, что вы по-прежнему гуляете по улицам. Я вас очень прошу, давайте запустим такой супер-челлендж. Мы очень быстро победим этот вирус, если просто будем сидеть дома. Просто, действительно, давайте просто сядем дома. Очень крутой я придумала челлендж. Класс! Дорогие люди, дело серьезное. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города! Невозможно! Яблоку негде упасть! Просто, действительно, если мы все посидим дома неделю. Сколько говорят? Не говорят пока что месяц. Если мы, правда, не будем выходить, мы не будем, как в Испании, в Италии, этот карантин. Мы не будем его продлевать все больше и больше. Мы просто отсидим неделю и нас выпустят, потому что мы все молодцы сидели. А не так, как сейчас происходит в Омске. Ребята, давайте! Серьезно, от вас зависит здоровье ваших близких и родных. Даже если этот вирус миф, неужели вы можете допустить хотя бы маленькую вероятность того, что вы можете причинить им бред? Давайте, чтобы исключить все эти вероятности. Неважно, какие масоны, не масоны, вообще все равно. Просто я в своей жизни не могу допустить того, что я могу навредить близким. Тем более, когда я предупреждена. Да господи, как вообще вы часто видели Путина по всем каналам! Алло! Ребята, сидите, пожалуйста, дома. Я придумаю, как вам развлечься. Или не придумаю. Я не знаю, я подумаю. Ребята, сидите дома, я вас очень люблю. Всех. Всем мира. Лучше и добра. Лучше и добра. Лучше и добра. Руки мыть не забывай. Увлажняйся помещенья. И в местах людей скопления. Ты пореже пребывай. Окна чаще открывай. Одевайся потеплее и до самого апреля шапку лучше не снимай Милый друг, не чихай, витамины принимай Знает пусть коронавирус, что у нас здесь не Китай Милый друг, не чихай, чтобы там не говорили У фашистов победили, победили И эту мать!